Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пришла сейчас вот в 7 утра первый раз обработать свою теплицу, как профилактическую обработку сделать от фитофторы. Я взяла хом, вот этот пакет, растворила в 5 литрах воды. Этого количества мне хватит, чтобы обработать все томаты. Сейчас я покажу вам, как я обрабатываю и расскажу, какие есть нюансы обработки вот от этих болезней. Хом это именно то средство, которое индивидуально, специально сделано для огурцов, томатов и картофеля. Вот это три группы, которые группа риска у нас, особенно томаты и картофель, очень подвержены фитофторе. И начинать бороться с фитофторой нужно задолго, до появления болезни, до наступления сырой холодной погоды. Потому что, когда фитофтора придет, будет бороться труднее, лучше ее предотвратить. Я растворяю в 5 литрах, беру простой опрыскиватель и начинаю обрабатывать. При обработке важно знать, что обрабатывать нужно все вот эти вот голые наши стебельки, корешки, обязательно. Низ растений нужно уделить ему особое внимание, потому что вся фитофтора, все вот эти заболевания приходят к нам снизу от самой земли. Не бойтесь замочить плоды, ничего им не будет, потом вы их помоете, еще долго до наступления созревания. Обязательно нужно затронуть нижнюю часть листовой пластины, потому что все вот эти первые пятнышки, первые болячки начинаются на нижней стороне листа. Когда будете обрабатывать, нужно смочить все-все-все-все-все. И потом, когда уже низ вы обработаете весь, тогда уже можно и верхние листики помочить. Листья смачивать обязательно, потому что через лист, ну как через листья же все идет, все питание в глубину растения. Вот эта медь, которая содержится в этом препарате, флорокис меди, она поступит внутрь растения и дойдет до самой корневой системы. Будет как глубокое проникновение туда. Если вы листья не смочите, вы просто обмоете стебли, вот так вот смачиваете прям, ну хорошо, намочите. Важно делать это или утром пораньше, когда нет жары, вот сейчас 7 утра, или вечером после 8 вечера, чтобы листики смоченные подольше в этом препарате побыли. Они сейчас вот, как за это время, пока препарат свеженький, они немного как листья впитают в себя там на клеточном, на каком-то уровне. И пойдет эта медь гулять по всему растению, она дойдет до самых корней. И потом, сейчас фитофторы нет, это просто профилактическое. И потом, когда вот сейчас наступит сырая, холодная погода, когда будет риск возникновения болезни, у этих растений уже будет иммунитет. И скорее всего, они может быть даже не заболеют, или заболеют тогда, когда уже отплодоносят. Вот в этом видеоролике я показала, как я обрабатываю томаты от фитофторы. Сегодня, средина июня, это первая профилактическая обработка. Обязательно записывайте даты, когда вы обрабатывали, чтобы вы знали срок ожидания, когда можно будет кушать вам урожай, и когда нужно будет повторить обработку. За сезон 3-4 обработки медь с содержащими препаратами. Если вы сделаете, то может быть фитофторы в этом году у вас и не будет. До свидания. Страница моя на Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Сейчас рассказываю про обработки от вредителей, от болезней. Добавляйтесь в друзья, будет вам рассылка всех этих материалов. Если вы не в друзьях, читайте просто на странице. До свидания. Желаю всем, чтобы болезни нынче обошли нас стороной.